не место на дороге в могилевской области за праздничные выходные задержано 20 пьяных водителей не садитесь после выпитого алкоголя за руль какова цена рюмки как в плохом боевике в глузском районе мужчина бросался на правоохранителей с ножами сотрудник органа внутренних дел произвел два предупредительных выстрелов потолок кто оказался преступником и по следам страшной трагедии мчс с госэнергонадзором проводят профилактические рейды если только почувствовали запах газа то запрещено пользоваться открытым огнем чем опасно утечка газа это сирена громкие чп за неделю страшная правда и жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте ожоги дыхательных путей в середине декабря страну ошеломила страшная новость в минске на пожаре в пятиэтажке погибло 6 человек в том числе ребенок следствие прорабатывает несколько версий взрыв газа либо вспышка паров легко воспламеняющейся жидкости за дело взялось мчс предупрежден значит вооружен вместе с госэнергонадзором министерство чрезвычайных ситуаций отправилась в рейды по многоквартирным домам 17 декабря в пол четвертого ночи на бульваре шевченко в столице загорелись сразу несколько квартир огнеборцы оперативно потушили пламя спасли больше 20 жильцов однако шесть человек были найдены без признаков жизни среди них ребенок сейчас этим чп занимаются следователи версии несколько взрыв газа или вспышка паров легко воспламеняющейся жидкости возбуждено уголовное дело чтобы не допустить очередной страшной трагедии мчс и госэнергогаз надзор идут на опережение и проводят профилактические рейды напоминают казалось бы такие простые но важные истины стоит использовать только исправную плиту духовой шкаф и отопительные приборы на начале уходя из дому обязательно перекрывать газ главное избежать утечки если только почувствовали запах газа то запрещено пользоваться открытым огнем чипы легко миновать если к технике не подпускать детей не оставлять без присмотра включенную плиту и использовать только рабочие электроприборы к тому же не стоит хранить бензин керосин баллоны с газом в подвалах и на лестничных маршах все это чревато неприятным исходом мы даем рекомендации по установке правильной эксплуатации автономных пожарных извещателей мы напоминаем чтобы люди неукоснительно соблюдали правила пожарной безопасности потому что халатное отношение к таким вопросам может привести к непоправимым последствиям порой необратимым 2023 только начался а статистика уже успела пополниться печальными случаями за первые три дня нового года в стране произошло 58 пожаров пять человек погибли а сберечь жизни в руках каждого ольга васян да максим галеонка сирена невидимый убийца в бобруйске мужчина отравился угарным газом чп произошло на улице 40 лет октября спасатели около трех часов дня вызвали родственники погибшего когда на утро после бурного застолья не смогли дозвониться до мужчины гуляние проходило в гараже однако по завершении праздника гости отвели хозяина домой тело близкие обнаружили в помещении для авто местный житель находился в своей легковушке с работающим двигателем по предварительной информации причиной смерти стало отравление угарным газом не стоит списываться счетов опасность цио он не имеет цвета и запаха поэтому почувствовать газ практически невозможно ситуацию усугубляет алкоголь который притупляет чувства такая адская смесь и приводит к трагическим последствиям дерзкая попытка ограбления или пьяный дебош в глузском районе преступник применил холодное оружие против правоохранителей инцидент произошел во вторник днем в агрогородке за елица в оперативную дежурную службу поступило сообщение в одном из домов по соседству в отсутствии хозяина находятся посторонние правоохранители немедленно выехали по указанному адресу и обнаружили агрессивно настроенного мужчину при себе у него было несколько ножей которыми он и воспользовался сотрудник органа внутренних дел произвел два предупредительных выстрелов потолок после чего мужчина был задержан и доставлен в рвд для дальнейшего разбирательства им оказался 28 летний местный житель который состоит на учете у врача-нарколога в отношении задержанного возбуждено уголовное дело игра не стоит свеч в могилевской области за праздничные выходные задержано 20 пьяных водителей и 40 бесправников всего зафиксировано свыше 700 нарушений пдд между тем продолжается профилактическая акция гаи направленная на выявление нетрезвых автомобилистов продлится она до 9 января внимание уделяют также водителям без прав и пешеходам в состоянии алкогольного опьянения рейды проводят в местах массовых гуляний возле опасных участков дорог мы обращаемся ко всем водителям и пешеходам не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения не садитесь после выпитого алкоголя за руль и не выходите на проезжую часть дороги находясь в состоянии алкогольного опьянения алкоголь одна из наиболее частых причин дтп создающих угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения сейчас к ответственности привлекают даже тех кто впервые сел пьяным за роль в зависимости от степени опьянения штраф может достигнуть 7400 рублей плюс лишение прав на 5 лет до 8 за повторное нарушение тот случай когда в рамках приличия тесно сотрудники гаи задержали нетрезвого водителя без погони не обошлось ночью 1 января в горецком районе наряд гаи подал сигнал об остановке ауди однако иномарка продолжила движение преследование длилось недолго водитель на ходу выпрыгнул из машины которая затем въехала в сугроб после этого из немца выбежали еще три человека инспектором удалось остановить всех беглецов позже было установлено автомобилем управлял нетрезвый 31-летний житель горок который ранее был лишен прав теперь ему грозит административная ответственность нет ничего постоянного чем временная могилевчанка год ездила на такси за чужой счет милицию обратилась 34-летняя жительница областного центра у которой с банковской карты было похищено около 500 рублей женщина редко ей пользовалась поэтому не сразу обнаружила пропажу правоохранители выяснили чужие деньги тратила 18-летняя ранее не судимая могилевчанка оказалось девушка приобрела себе в пользование мобильный телефон заявительницы на котором была привязана банковская карта на протяжении года она ездила на такси за чужой счет оплачивая поездки мобильным приложением в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело в беларуси выросло количество поддельных купюр особенно много долларов общее количество выявленных фальшивых денежных знаков увеличилась по сравнению с 2021 почти на 20 процентов основная часть доллары всего изъято 705 банкнот в 49 населенных пунктах на 68 процентов уменьшился объем поддельных российских рублей на 27 евро в абсолютном выражении количество подделок белорусских рублей выросло на три штуки это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе соц сетях и кристина реанс увидимся через неделю